Скажу сразу, я натурал. Топ чисто построен, скажем так, по моему мужскому мнению, а не просто потому, что я так захотел. И да, всем привет, с вами снова я, Motion Blur, и сегодня, как вы скорее всего уже поняли, я приготовил для вас очень горячее видео, а именно топ 7 самых горячих мужчин из видеоигр. Если тут не будет вашего любимого героя, не обижайтесь, это моё мнение, но можете дополнить видео, написав его имя в комментариях. Единственный критерий, которого я буду придерживаться, это то, что здесь не будет героев, которым свою внешность подарили известные актёры, потому что они не слишком вписываются сюда. Да и как я могу поставить Матса Миккельсона на одно место? Он же все 7 займёт, ведь он такой... Короче говоря, давайте уже перейдём непосредственно к топу, и да, это не топ, а скажем так, подборка, и здесь все места условные. Ну, пусть это будет топ. Хоть игра Marvel's Avengers и стала огромным коммерческим провалом для Square Enix, она смогла нам подарить горячего Кэпа и Тора. Но если же Тор просто горяч, то Стив уже горячее самого солнца. Ну, да, Эванса ему далеко, конечно, но это не мешает ему быть красавчиком. На вид сильный, накачанный, закалённый в боях парень, а в душе добрый, справедливый и милый капитан Америка. Такой, какой он есть. Ой, а что это за бульки в воде? Да, это от Аквамена так вода скипает, настолько он горячий. Аквамен не только отличный правитель Атлантиды, он также и хорош в бою. И если честно, этот Артур мне больше нравится, чем в фильмах с МОМО, ведь он импозантнее его в разы. Его прическа, его телосложение, его выражение лица. Всё в Аквамене из игры Injustice 2 идеально. Совершенство. Ну, если бы я не добавил сюда Леона Кеннеди, то я был бы не я, естественно. Его курточка, его чёлка и жёсткая вертуха ногой всегда меня возб... То есть, восхищали. Самый же, на мой взгляд, удачный Леон выдался в ремейке 4-го Резидента, а также в 6-й номерной части. Как персонаж, он один из самых лучших из видеоигр вообще. Он бесстрашный боец с зомбиами, который спасает города, миры и дочек президентов. Без девушек наш герой никуда не обходится. Он всегда в коллабе либо с Клэр, с Джилл, или же с Адой. Ну, а если кратко, то Леон просто парень мечты. Ну, для девушек, конечно. О, боже, какой мужчина! Алексиос, или же Деймос, воитель и мудрец культа космоса. По совместительству обворожительный грек, который может похвастаться своей накачанной мускулатурой и приятной внешностью. Не обращайте внимания на то, что его лицо выглядит туповатым. Он в меру строгий, серьезный и весьма ассасиновый паренек. И да, Алексусус, как я его еще люблю называть, является самым настоящим ассасином. В роли ассасина он очень хорош, ведь с помощью своего копия Леонида он может крушить недругов направо и налево. Но и с ролью ассасина он тоже справляется на ура. Что за суд-чемпионы? Джоэл Миллер, безжалостный контрабандист, который вместе с условно приемной дочерью Элли выживает в условиях эпидемии, которая уничтожила почти все человечество. Он силен как физически, так и морально. Поэтому он может надавить как своей тушкой, так и своим авторитетом. Джоэл на все руки мастер, играет на гитаре, стреляет из револьвера. Да и ко всему этому он просто красавчик. Считаю, что он лучше выглядит в оригинальной версии The Last of Us 13 года, чем в ремейке 22-го. Ну, самая красивая же его версия, это версия с ПК. Почему я черный? Да, я знал, что вы ждали появления Белого Волка в сегодняшнем ролике, потому что... Потому. Его все вставляют в топы красавчиков, и не зря. Ведьмак действительно... Польский бабник, который не прочь напиться ласточке, умеет отменно пользоваться мечом, вытворяет крутые выкрута со своими кулаками, а также хорош вы... Так что женская аудитория моего канала возьмите на заметку, хоть уже и старого жеребца. Такие, как он, в наше время большая редкость. Напоследок могу сказать, что лучшая же его игровая версия, это версия из третьей части, с подзаголовком «Дикая охота». Вы действительно решили, что я под конец серьезно вставлю Марио? Ну вы меня не знаете, значит. У меня в планах был Джонни Кейдж, Эдвард Кенуэй, Натан Дрейк, Джеймс Вудс и другие. А потом я тупо вспомнил про Марио и подумал, что было бы прикольно запихнуть его в топ. Зачем? Почему? Он даже нереалистичный персонаж. Но почему бы и нет? Усы есть? Есть. Сантехник? Да. Есть подружка, с которой он может затосесть любой момент? Пф, непременно. Я считаю, что его сильно недооценивают. Весьма сильный конкурент, который в будущем еще себя покажет с лучшей стороны. На этом мой, как вы уже поняли, шуточный топ отходит к концу. Если вам понравилось это видео, то поставьте пальцы вверх. Ну а если же под роликом наберется один лайк, и тот, который от меня, то я сделаю топ 7 самых горячих красоток из видеоигр. Поэтому, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, кто вам больше понравился сегодняшнего топа, и почему, естественно. Делитесь этим роликом с друзьями. Ну а с вами был я, Моушен Лёх, и я размываюсь, но не прощаюсь.